Рождённые в СССР Рождённые в СССР Рождённые в СССР В середине 80-х Мурани покинул группу и создал новый проект «Париж-Франция Транзит», с которыми гастролировал в России в 1983 году. В конце 80-х снова начал выступать под маркой «Спейс» при участии хора «Красная армия» и хора Гарвардского университета записал первую космическую оперу «Спейс-Опера», диск с которой побывал в космосе на станции «Мир». В 1992 году первый из артистов дал бесплатный концерт на Красной площади. В 2000 году при участии Санкт-Петербургского симфонического оркестра записал альбом Symphonic Space Dream. Итак, дорогие друзья, прежде чем познакомить вас непосредственно с Дитьем Руани, мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели фрагмент из того самого легендарного концерта, который в свое время состоялся в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это смешно, но он в школе еще два года учил русский язык. Но тогда он не знал, что он будет так часто приезжать в Россию. И так, я говорю, я понимаю, что некоторые вещи, но я не понимаю все. И потом, это правда, я не знаю, что это время, потому что каждый раз, когда он приезжает сюда, очень много работы, переводчики. Ну понятно, да, но хоть кто-то по-русски, наверняка знает какие-то слова по-русски. Здравствуйте, например, привет, салют. Привет, привет. Вот, вот, вот. У меня на столе два билета, билеты на ближайший концерт в Кремле, 26-го числа, да, Андрей, состоятся концерты. Вот они, два билета, Дидье их уже показывает. Вот, да? 26-го, концерт в Кремле. 26-го числа. Давайте чуть позже мы расскажем нашим зрителям о том, что нужно для того, чтобы получить эти билеты. Громко связь, уберите у меня язык, пожалуйста, мне так будет гораздо удобнее говорить. А если будут поступать звонки, вы мне сразу же об этом сообщите. Итак, первый концерт мы сейчас посмотрели. Это, по-моему, 83-й год, да? Мы видели ваш первый концерт, это в 83-м году, да? Да, да, 83-м году. По-моему, было очень много тогда приключений связанных с первым концертом. Есть много aventures с этим первым концертом? Да, он говорит, что это была одна из первых групп западных, которые приехали сюда. И поэтому было очень много приключений, даже на самом высоком уровне. Вообще, это была шестимесячная работа, 23 концерта. Большая эпопия. Он говорит, что это было не только музыкальное явление, это было социальное явление. Людей это затронуло даже как-то не только с музыкальной точки зрения. Как вы видели, сейчас вы видели, по кадрам, как это затронуло людей, это был абсолютнейший ажиотаж. По-моему, впервые такое происходило в Олимпийском тогда, да? Мы видели этот ажиотаж, который отвалит людей. Это была первая шестая в этом стаде Олимпийский, что это было такое концерт. Да, это действительно было так, потому что люди были очень... они жаждали общаться, они были полны энтузиазма. И у них приехала тоже большая команда, потому что они все привезли с собой из Франции. И лазерные шоу, техники, там все большая была бригада. Это правда, что советское правительство, буквально за пять дней до концерта, решило его отменить? Это правда, что советское правительство, пять дней до концерта, решило его отменить? Да, это правда. Если я правильно понял, министр культуры пошел на хитрость, да, Андрей? Нет, не совсем так. Значит, где-то за пять-шесть дней до их визита Андропов тогда был генеральным секретарем ЦК нашей партии. Он вышел на какую-то официальную трибуну и заявил, что надо быть внимательным к западной музыке, которая завоевывает сердца нашей молодежи, которая разращает нашу молодежь и так далее. И министр Бороваш, министр культуры, он подумал, что это прямое ему послание против Спейса. Что это имеет в том, что не надо допускать на группу Спейса. И так, у него был официальный телекс, который состоит из Министерства культуры, который говорит, что он аннули полностью. Пять дней до начала концерта, они получают официальный телекс нашего Министерства культуры, что концерт отменяется. Если говорить про хитрость французского министра культуры, и тогда тоже была какая-то предпринята попытка со стороны французов. Но министр культуры Франции сделал что-то очень интеллигентное. Это не министр культуры Франции, это наш советник по культуре в посольстве в Париже, Александр Аристов, который что-то придумал. И наш русский посоль, в Париже. И они ответили официальному телексу, что Дидей Мурани не в Париже, и мы не можем передать это послание. И это благодаря этому поведению, потому что, в то время, это был отчет политики. И они проявили тем самым большую смелость, потому что, в то время, это был отчет политики. И это благодаря этому поведению, в то время, в то время, в аэропорте, мы были в Париже, которые сказали, что официально, мы были в Париже, и пока они не летели, все восстановилось. Вы могли не считать, потому что летели и не знали, будет ли концерт тогда, да? Но вы рисковали, потому что вы не знали, и вы не знаете, если концерт идет или нет. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. И поэтому отменить, конечно, такой концерт было... Дмитрий Санкт-Петербург, Дмитрий, здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу приветствовать Дилье в костях у нас в вашей студии. И хочу им выразить не только восхищение его музыкой, его концертами, но еще сказать ему, что его концерт в Санкт-Петербурге, это было то ли 27-е, то ли 28-е июня 83-го года, я только не знаю, после или до московского концерта в Санкт-Петербурге в СКК имени Ленина, это был ностальгический концерт для нашей семьи, потому что это был второй, по-моему, или третий день нашего знакомства с женой, с будущей. Вот сейчас мы уже прожив много лет, имеем дочку 20-летнюю, а в то время мы познакомились, я ходил на набережную Невы, переводчик переводит, да? Да, конечно, Дмитрий, не переживайте. Это было... И как раз в связи с этим, с моим рассказом, я хочу задать Дилье вопрос, знает ли он, что в середине и в конце июня в Санкт-Петербурге сезон белых ночей, и в конце июня, это период называется «Алые паруса», школьники и студенты все выходят на набережную Невы, встречают развод мостов и гуляют до самого утра, расходятся уже, когда начинается новый день. И мы, я ходил специально на набережную Невы искать красивых девушек, я в то время был свободен уже после первого брака, и в ночь 26 на 27 июня познакомился со своей будущей второй женой Ларисой. И провел ее потом уже на концерт, выскаканья, имея ни одного билета. Мы прошли, я ее за руку тащил, она боялась идти на этот концерт. Я все-таки ее провел, она не верила, что это получится. Спасибо, все, Дмитрий, спасибо. Спасибо большое. Перевели, да, всю день. «Magic Fly», так называется, следующая композиция, также называется и первый альбом группы «Спэкс». «Звездил» «Спэкс». «Спэкс!» «Спэксесс» «oto archetype» «Спэкс» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 И поэтому, через 9 лет, когда его пустили на Красную площадь, когда он вышел на сцену, он увидел 360 тысяч зрителей, для него это было, конечно, фантастико, он добил своего. Да и для нас это было фантастико по тем временам, это был первый западный исполнитель выступающий на Красную площадь, это же так. По нашемуся это было fantastично, потому что это был первый пиво-русцентр Occidental работал на Красную площадку. Абсолютно, и мои первые автористики, что М. Лушкофт, который мне донесут себе на этих группах, но для меня это был очень важный, потому что, symbolически, это было, как раз, к нам, предотвищу, но это было бы передать эту площадь для festивитета, не для пременадоваться в шахте. Это ранд, эта площадь, которая в начале была фестивной площадью, и которая за 80 лет была сделана для шар. В связи с нами Василий из Санкт-Петербурга. Василий, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Я вырос на музыке «Спейс». Очень благодарен вашей передаче, что в прямом эфире можно связаться, поговорить с Дедем Муровани. Хотел бы задать вам один вопрос. Кроме их музыки, мы услышали очень много музыки нашей, современной, ну скажем так, нашей, когда были еще в Социалистической Республике. Как вы относились к музыке группы «Зодиак»? Очень интересно, нам тоже очень нравилась эта музыка. Она чем-то была похожа на вашу музыку. Ваше мнение об этой группе? Спасибо. Ваше мнение о группе «Зодиак». Да, конечно, мы знаем, группы «Зодиак», они, естественно, первые диски были под влиянием группы «Спейс», но не только они одни. «Спейс» как бы открыла целую новую волну в современной музыке, и были группы японские, европейские и другие, которые следовали потом этого уничтения. Но это, я veux dire, это honor, в принципе. Я veux dire, для того, чтобы он открыл, когда он начинает открыть, он открыл, где он был виноват, и он был виноват. Это очень хорошо, нет проблем. Это как бы даже приятно, это честь для первооткрывателя, который видит потом, что по этому пути идут другие люди. Принимаем следующий звонок из Ставропольского края. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Диде. Здравствуйте, Александр. Спросили сразу сказать, что такое Диде в моей жизни. У меня стоят диски, вот в течение 20 лет, только Диде. Я слушаю только его музыку. Я стою утром, она поднимает мне настроение. Я прихожу с работы уставшей, она меня успокаивает. Я болел был период, она, знаете, какое-то успокоение души делала, необычное. Даже смотрю в футбол, если моя команда начинает проигрывать, я отключаю комментатора, она меня приводит к чувству. Вот, в принципе, единственная музыка в жизни, это моя. У меня и вопрос по ходу. В вашей жизни, вот, космос, что значит в музыке, я его чувствую всегда. Для меня это очень много значит. Вот с космосом что-нибудь связано? Спасибо большое, Александр, спасибо. Спасибо. Итак, музыка и space лечит и приводит в разные состояния нашего телезрителя. Александр из Тавропольского края спросит, что для вас космос? Что это для вас? Л'espace, это для вас. Л'espace, это для вас, в чем-то, в чем-то, в чем-то, я из-за, в чем-то, в чем-то, я был, когда я был в жизни, и, как мой сын, мой муж мне объяснил, он был в Кагарине, и в первый взгляде, и все-таки, для меня это было... Это был мечтан. Я думаю, что это вдохновляет миллионов людей, но для меня, очень маленький, я был очень интересен. Для него это была стресса с детства, когда мой отец объяснил что такое полета в космос, Гагарин. Это была мечта, и он очень много посвятил этому. И потом еще был такой момент, что по каким-то контрактам обязательствам, ему надо было дать название группы. И вот звук синтезаторов, он такой немножко космический, и это навело его на мысль именно о космосе. – И по рапорту к эспасу, конечно, моя большая сатисфакция, это когда я принялся, в 1987 или 1988, я принялся встречу с глафкосмосом, и я ему сказал, что я был в следующем выпуске, который называется « Space Opera», и я бы хотел, как свидетельствующий, или в « Паيد» или в « Паيد» или « Коммуникацион». Он рассказывает такую историю, что это 86 миллионов долларов. В 1828 годах он встречался с руководителем главкосмоса нашим и сообщил ему, что он сейчас записывает новый диск и попросил, поскольку это все космическая тема, чтобы его взяли на нашу орбитальную станцию «Мир» и вместе с проигрывателем бросили в космос. И руководитель главкосмоса согласился, так все было сделано, его бросили в космос, и он до сих пор сейчас летает вокруг Земли, как спутник. И что-то чудесно относительно вашей страны, это что-то было сделано чуть-чуть, так что-то первая турнира, концерт на Плаке Руги, это что-то фоллое, сказать, что я хочу отправить первый опера спасти в космосе. И это было, что-то было очень трудно реализовать, но все было возможности. И что было очень приятно, что было много таких препятствий, много проблем, вроде бы нерешаемых задач, но вот понемногу, там первые гастроли, потом первые выступления на Красной площади, потом вот это... трюк с космическим запуском диска, вопросы решались, потому что люди были открыты, открыты культуре, и помогали, и посольские работники тогда взяли на себя риск. Это, конечно, очень здорово. То есть вы счастливый человек, да? В жизни все получается. Чудовая Гури, вы не жалеете, потому что вы успешите всё в вашу жизнь. Не успешно, но я укрепляем весело, потому что очень весело, потому что нет, чтобы быть очень счастливым. Он, конечно, не может сказать, что у него все получается, что он хочет. Он считает себя счастливым человеком, у него замечательная семья, его любят дети, его любят жена, у него любимые дела, и он считает, что он все-таки счастливый человек. И самое главное, что у него есть эта роскошь, он может позволить себе быть откровенным. То есть если ему что-то не нравится, он от этого отказывается. Он имеет возможность сделать то, что ему нравится, нести людям радость, которая приносит ему тоже полное удовлетворение. Я тоже счастливый человек, я имею возможность каждый день общаться с выдающимися людьми в нашей стране, и не только в нашей стране, в том числе с Диди Мурани, что очень приятно делать. Он тоже был очень счастливым, потому что он имеет возможность каждый день контактировать замечательные люди, как сегодня он контактит вас. В композиции, которую мы сейчас услышим, называется «Симфония», там Диди Мурани несколько приодет, есть антураж, есть вот такая штука, которую вы одеваете на голову. Можете попробовать сейчас это сделать? Пробуйте. Так я тоже плачу? Да-да-да, вот такая цепочка. И чтобы он спел сейчас тоже? Спеть? Да. Пожалуйста. Симфония. Симфония. Нет, так не получится, так не получится спеть, без музыкального сопровождения спеть не получится. У нас все серьезно, у нас все приготовлено, только моя задача это все включить, вот так это сделать, пожалуйста. А теперь симфония. Пожалуйста, Диди. Великолепно. Великолепно. Симфония. 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 Симфония 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 что в общем зря делаете, что у нас в гостях сегодня Дидье Мурани, и мы разыграем вот эти два билета, и тот самый человек, который расскажет наилучшую историю с точки зрения Дидье, историю, связанную с группой Space, тот и получит эти два билета в Кремль 26-го числа. То есть буквально послезавтра состоится концерт. А Дидье нужно выбрать самую лучшую историю. Переведите ему, пожалуйста, Андрея. Потому что у него непростая задача. Я хочу выбрать свою историю, которую я расскажу, что я хочу сказать. Хорошо. Перед поездкой в страну Советов, вот когда вы только собирались, первый раз в Советский Союз приехать, тоже непростая задача для европейского музыканта. Всякое может сложиться. Чего напутствовали? Что говорили во Франции? Когда вы идете на первую очередь в Союзе, в принципе, это необычное, что вы сказали в Франции? Как вести себя на улице? Как общаться с людьми? Как вы сказали, как нужно себя бороться? Если вы хотите, это было очень важно в Франции и в Европе. То есть, если вы хотите, чтобы вы приехали в Россию, Что случилось? Да, ему приходилось выступать очень много на пресс-конференциях, давать интервью, объяснять многим известным журналистам, политическим журналистам, как господин Алькабаш. Тогда он спросил серьезно, зачем вы ездите в страну, где люди угнетаются, где все ходят такие мрачные. То есть для него это был такой серьезный экзамен. Он отвечал так, что он не политик, он артист. Это его как бы долг артиста поехать туда, где люди его ждут, где он может в течение часа, полутора приносить людям радость от общения с его музыкой. Я думаю, что для него политика, для артиста Диди Мурани был контраст. Из Европы попасть в СССР. Самый первый, самый острый эффективный, какие были? Эти мрачные эмоции с уничтожением, когда вы пришли в Европе? Что были ваши первые эмоции, эмоции? Да, это был такой мир. Это был такой, как и у нас, как из правы. Да, это был другой мир, улицы, машины, одежда людей, пища, все было другое. И даже в профессиональной деятельности, они привезли очень много передовой аппаратуры, были проблемы, потому что надо было чтобы их техники все это монтировали, то есть было интересно. И потом, видите, наши широкие проспекты, Красная площадь, улицы, где очень мало машин, потому что тогда не было пробок. Гигантские проспекты, памятники, административные здания, очень впечатляющие. — Изменилась Москва? — И сейчас Москва изменилась в другую землю. — Поражает скорость, которую Москва изменяет. Сейчас Москва стала, как все другие столицы мира. Александр из Тольятти на прямой связи сейчас. Александр, здравствуйте, добрый вечер. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Говорите, Александр. — Месье Морландий. Да, говорю. Только что говорили о СССР. И дело в том, что СССР в то время представлял из себя не только широкие проспекты Москвы, но и в Среднем Азе, например, где я жил. Я жил в прекрасной Херганской долине, между Тяньшанем и Памиром. И именно в 78-м году я впервые услышал вашу музыку. И эта музыка, извините, вот там, вот в этом глазе, в этом четвергом центре Земли, в ваш ансамбль «Спейс», тогда просто поразил нас всех. Мы действительно были поражены. Спасибо вам. — Спасибо вам большое. — Привели? Лидия, как ты реагировал? — Что вы думаете о этой истории? — Ну, это интересно. — А это интересно. Это очень удивительно. Это очень большая страна. И видеть, что нотариоте было сделано до начала и до конца, это очень круто. Россия это феноменально. Советский Союз это целый континент. Когда он вспоминает первый раз, он приехал в Казахстан, в Алматы, он был удивлен. Там люди совсем другие, не европейцы, азиаты. Они его знают, они его приветствуют. А в Киеве, почему они ударили? Была драка какая-то с милицией? В Киеве, вы были умерли с авиакстаном с авиакстаном? Да, да. Он знает. Он знает. Да. Это точно по тому же, что, в основном, у нас был феноменом, это действительно социал. Это социал социал. И, в результате, в последний концерт, это был мой авиакстан, 14 июля. Я помню, как это было вчера. Это был последний концерт в Киеве. Это был 14 июля. Это день его рождения. И вот на этом концерте... Это было много милиции, которые окружили сцену, никто не отпускал. Она две розы принесла, но в то время две розы, это было... Он их принимал как бриллианты. Он говорит, что... Милиционер схватил эту девушку, и бросил с лестницы, так что она упала. Вот. Диди это взмутил до крайности. Он подскочил, с этим синтезатором он был, и дал ему по голове ногой. Я думаю, что это было. Я сказал, что мы не делали здесь, что мы не провоци, не провоци, потому что мы не делали это. И на это момент, в течение всего, в Киеве, и в 20 минуте, в 20 минуте, он был встан киеве, я не могу больше начать, я не могу больше продолжать в concertе. Это дуряло 20-25 минуте. Встан киеве, встан киеве, встан киеве, встан киеве. Встан киеве, И он сказал, что мы здесь прибыли, что они для насилия, мы должны заниматься музыкой. И в этот момент, весь зал встал, и в 20-25 минуте, они кричали, аплодировали, были довольны, он не мог даже продолжать концерт, потому что народ действительно был на пике эмоций, и милиция ушла. И встан киеве, и встан киеве. Я чувствовал, что общество реализовала, что человек, как их, как они, как они, с двой стороны, могло иметь два шкафа, свои руки на голову. Они взяли и украинские, что они взяли и осознавали, потому что это нестанно. Они не могли продолжать. Для них это было что-то невероятное, как подвиг. Потому что, ударить милиционер, обычно, человек с двойной руками, это было просто фантастика. И после концерта, у меня папа приступил с ребенком, с 7-8 лет, встанем, встанем, не подвигаясь, не подвигаясь, не подвигаясь, не подвигаясь. Мы были ла в фазе другого, он плырой, и мне сказали, спасибо, спасибо за лёгку, не для меня, для моего ребенка. Потому что она видела и она понимала. И мы были две, и я тоже, я плырой. Когда я рассказываю, я еще шерпуле. Когда я рассказываю эту историю, у нас еще мурашки по коже. После концерта, у него подошел какой-то отец с ребенком, девочкой с 7-8 лет. Он не говорил по-французски, не говорил по-русски, но он ему вот так на словах показал, что спасибо за то, что вы ногой ударили этого центра. И он плакал, и говорит, девочка моя видела и поняла все это тоже. Именно вот так на словах сейчас мы будем продолжать общаться с Украиной. Звонок из Севастополя. Здравствуйте, добрый вечер. Как зовут вас? Алло. Алексей, здравствуйте. Алло. Алексей, вы меня слышите? Здравствуйте, очень хорошо слышу. Вы слышите меня? Очень хорошо, Алексей, говорите. Добрый вечер. Я хотел сказать, выразить благодарность Дидье Мурване, у него действительно замечательная музыка. Еще мои родители слушали и привили, так сказать, мне хороший вкус, хорошей музыки. И я хотел бы задать один вопрос. Помнит ли Дидье, в 1994 году у нас в Севастополе был один большой сборный концерт «Звездный прибой», и устроители в качестве сюрприза пригласили группу «Спейс». не может ли Дидье рассказать как это получилось, как это организовалось? Спасибо. 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 И я неавно препятствует этот концерт, он не помнит точно историю как он там оказался, кто-то из продюсеров ему предложил поехать в Крим, он с удовольствием согласился. Это был концерт, который выходил на барже, на воде, там было много салютов, там было много артистов, Алла Пугачева, там другие артисты. Это был большой праздник, где-то 200 тысяч человек. Наренький фрагмент сейчас покажем, концерта, легендарного концерта, где вы пели и поздравляли космонавтов, а потом вернемся к разговору в студии, но буквально на 3-4 минуты. Это был большой фрагмент, который очень много значит для вас. Это был большой фрагмент, который очень известный и знаменитый фрагмент у вас. Это был большой фрагмент, который позволяет нам сделать небольшой фрагмент в мире, в мире, в нашу музыку. Я хочу, чтобы вы получили триумфе, а М. Борис Воленов. Аплодисменты. 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 Я позвонил с севера. Севера. Хорошо, вернемся. Про сеновал поговорим попозже. А пока что я напомню, что мы смотрели сейчас фрагмент легендарного концерта «Сидима Раневка» в Москве. Тогда вы поздравляли космонавта Волынова, да? Если я не ошибаюсь. Потом вы призвали. И после этого, что самое страшное было по тем временам, прозвучал несанкционированный концерт из попури Элвиса Пресли. А потом вы сделали попури песни из пресли. Да? Что страшно было недовольно советское руководство. Это было неправильно. Да, да. Конечно, у нас есть проблемы с милиционерами, которые всех усаживали, не давали ходить, вставать и так далее. И вот они думали, что если они включат этот миддл-рок, то народ взорвется, они не выдержат. И так получилось, что народ встал. И потом на каждом концерте они включали эту вещь, но в разный момент, чтобы милиция была не готова. Это все работало. Наш канал называется «Ностальгия». В общем, если в прямом переводе, для нас это прежде всего тоска по той родине, которую не вернуть. Тоска по родине в ближайшем рассмотрении можно так перевести. Но с другой стороны, «Ностальгия» это еще тоска по молодости, по тем временам, которые тоже не вернут, но можно с «Ностальгической теплотой» не вспоминать. Что для вас «Ностальгия»? Это «Ностальгия»? Это «Ностальгия»? Это «Ностальгия»? Он доволен тем, что было, и он с удовольствием это все вспоминает. Наша задача сейчас определить все-таки победителя от тех самых, того самого телезрителей, которые получат два билета на концерт Дидиа Мурани 26 числа в Кремле пройдет этот концерт. Кого назначаем победителем сегодня? КОНЕЦ КОНЕЦ Все рассказы были замечательные, они его тронули, но вот тот человек севера, который рассказывал, как на Синавале, они группой слушали музыку, по-моему очень, да, Диди Мурани, и потом эта группа росла, 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 вот это, конечно, затронуло больше всего его сердце. КОНЕЦ И они также говорят, что в конце концерта Дидиа Мурани, что есть новые песни, которые были совершенно оригинальные, есть, конечно, старые песни, и есть вся новая технология для «Лазер», это совершенно совершенно отличная, но с, конечно, все, что люди любят. Спасибо большое. Мы закончим наш эфир с Диди Мурани. Человек севера, обязательно позвоните нам. Большое спасибо и удачи! Спасибо. Спасибо вам. — Ну, спасибо. — Я спил Тюлзисим. — Ничего. — На Павле там, до 30 лет. — КОНЕЦ ГРОСТНОВ 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 Субтитры создавал DimaTorzok